Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отец наш небесный Мы просим во имя Иисуса Христа Благослови это собрание И мы все направим к горнему Научи нас быть сострадательными И чтобы все мы достигли Желаемой пристани царствия твоего В этот благословенный день Напомни нам о повиновении тебе Чтобы мы всегда могли говорить Да будет нам по слову твоему Божию Хвала тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь За стол Садитесь быстрее здесь Вон туда Вон туда Она больная здесь Поглазь Даша Не бойся выскочет Видите я отвлекаюсь Приходится уговаривать Из детской выходить Чего они так Толкутся там все Постарайтесь так Как только начинаем собрание Разговоры все прекратились Им не надо закрывать двери Эти люди уже за пределами Общины оказываются То муж больной То что они не надоели вам Безбожники эти больные Трясетесь над ними Ты должен Бога благодарить Что Бог позволил тебе Быть в собрании святых Помолитесь Скажи ты Как будто мы ум потеряли Ну тряслась над ним Где он умер Где он находится В аду кипит В бане перекрестят Совершенно неверующие Стараются к ним Поскорее домой Батюшка был бы же Служба все еще продолжалась Еще полтора часа У старобрястов По шесть часов Каждый раз служба На кого мы похожи Апостол Павел Продолжил слово Допонул Ночью и пих Когда упал А здесь за один час Уже утомились Бежит домой Блины стряпать Сейчас пост Принесите искреннее Покаяние в этом Сегодня еще Вас уговаривают Завтра будете искать Вы не найдете И вы знаете Какое вам расстояние Будет придется делать Мы в прошлом году Были в Тихом океане Нынче в Атлантическом Но наш путь Вы все проделаете Если не будете искать Сегодня Бога Написано От моря до моря Будет ходить Ища Мы не ищем Мы даем Мы уже не попадаем Под это И не найдут Самое главное Это результат Что и не найдут А сегодня искать не надо Близко к тебе Слово Господне Рядом говорится На небо заходить не надо Вот сегодняшний день Так Прекратите Сделай Чтобы ни одного слова Не было говорено Минутка Я чуть-чуть отбегусь Так Двери не закрывайте Я прошу без разговора Не плачет малыш Вам не мешает Не разговаривайте Детей сразу накормить Чтобы все было Как должно быть Так Сегодня все знают Какой праздник Благовещение Поздравляют друг друга Тут в Алтае Благовещенка Благовещенский район На Амуре Там Благовещенка Начинают говорить Ничего не знают Его называют Это день Главизна всех праздников В этот день Зачатие Христа Без начатия Не было бы рождения Через 9 месяцев Не было бы Рождества Это ровно 9 месяцев до Рождества 3, 4, 5, 6 6 месяцев Ну еще считать Ровно за 6 месяцев 7-го тоже числа Какого? Ну и считайте Какого числа? Иоанн Креститель родился Иоанн Купала Бегает обливает Некрещеное И все превращает В язычество Я вам буду говорить С небольшими переносами Вы прикладывайте себе Вот это Недоверие друг к другу Так называемый Антагонизм Буквально свирепствует Везде Ну были коммунисты У власти Да Побаловались маленько 100 миллионов голов Отрубили Но ведь Федор Михайлович Достоевский Присказывал Об этом эксперименте Как пишут Аргументы и факты Он говорит Если придут Безбожники К власти Это обойдется В 100 миллионов голов И на этом Закончится Вы знаете Когда Бог сказал Что будет потоп То срок был назначен Но срок этот Бог уменьшил Покаяния нет Ждать нечего Но иногда вылечивает Отсылает В плен на 70 лет Израиль пошел Покидая родину Им разрешили Только оглянуться на холмах Поглядеть Как пылает Иерусалим Любимый город Пылает храм Это чудо Чудес света Было И теперь навсегда Пошли они Почему Они слушали Всех учителей Кроме одного А этот один Говорил Одинственный человек На все государство Правду говорил Один единственный Он говорил Воевать не надо Откройте ворота Запустите врага Это от Бога Это грехи наши И об этих его речах Донесли Захватчик Он говорит Отпустите его Пусть он куда хочет Идет Вы знаете ему имя? Это мой любимый Пророк Иеремия Такой фильм поставлен Советую всем посмотреть Как есть фильм И плен Бог продолжает Дольше Если люди не каются Пленение России Было ровно столько же Сколько было в Вавилоне Мы повторили эту стезю Протоптали ее Кровавыми рвами Наполненными трупами И всегда невинные Приходили ночью Забирали Тридцать седьмой год Бушевал здесь Невинных ни одного не было Это надо запомнить Не хотели добром подчиняться Плохой царь был Посадил другого Лысого Усатого Какого угодно найдет Нужно учиться Бога благодарить А уста были закрыты Только дай, дай, дай Сорок раз Господи помилуй А где Господи благодарю? Где? И при том Благодари написано За все Первый официантистом 5.18 За все Что у тебя есть дом Что у тебя нет дома Есть дети Нет детей В равной степени Благодарю Он знает Что было бы Если было бы по другому Сегодня мир разделяется Хотя 2896 наций Разделяется на два лагеря Евреи И посторонние Гои Язычники Библия так их и разделяет И поэтому Для евреев Было странно Слышать Что Он пойдет Проповедовать К другим И Христос Говорил Я послан Только погибшим Обстом дома Израиля Зачем он говорил это? Как будто Вы язычники Это не люди А потом Дверь откроется И как вы Отвергли Не хотели Вот ныне Я иду К язычникам Павел говорит До этого Слушали его А после этого Вначале Пыль над головами Бросать Что делать? И сегодня В этот антагонизм Недоверие Ненависть Так и остались Везде Вы маленько Хотя где-то Что-то считаете Вы смотрите Что говорят На евреев Ну скажем так 99% Говорят правду Работать нигде Не хотят Они только Какие-то там Адвокатами будут Ну Обобрать государство Уйти Убежать А смерть Их и там Достигает Ходоровский Говорит С какой печалью Страшное известь Се встретил О гибели своего О гибели Сегодня говорят Что-то гибель была Не сам на себя руки наложил Не сердце Переломанные ребра Вскрыли Там что находят Лучшие медики Будут Две недели Только исследовать Разрезать Поэтому не завидуй Но и говорить Лищем на евреях Не надо Они приносят В жертву И не каких-то И не кого-то А детей Обязательно Невинных Они где-то Вылавливают Находят Владимир Далья об этом пишет Но доказательств Оказалось Недостаточно И они из них Медленно Выливают кровь Чтоб вытекала А потом Эту кровь Младенцев Не каких-то Обязательно христианских И обязательно Мальчиков Заметьте Сколько у них Еще условий Его эту кровь Добавлять Будет в мацу Как сказать К нам В причастие Вы маленько думайте Что говорите Не вы Я говорю людям Тем Которые это говорят Когда даже Кровь животного Нельзя брать И Павел Об этом говорит Ну маленько Соображайте До каких пределов Можно выдумки Эти делать Ну виноваты евреи Но знаете И предел Виноваты Призывать к покаянию Сотворим ему добро Мы перед ними Обязаны все А наипащий В том Что им верено Слово Божие Мы Библию Через них получили Как бы ни Святая Библия Мы бы не сидели Не видели Этих священных Надписей на стенах Посмотрите Это все отсюда Это они нам Сохранили Одним этим Только мы наполним Сердце Своей благодарностью А они к нам До той же монеты И платят Вот благовещение Сегодня Иудеи Евреи Не приняли Христа В большинстве своем Они распяли его Да так Но на этом Ты не успокоились Я беру Только библейские Какие события Мы чтим Деву Марию Как послужившую Воплощение Сына Божия Этот сосуд Это чрево Бог приготовлял 5508 лет Не худо Это самое Преблагословенное Самое чистое Евреи говорят Не так Сегодня они их учат В школах Именно так Что Христос Занят Зачат От прелюбодеяния И когда Христос им Говорил об отце Они говорили ему Мы не Прелюбодеяния Зачаты Это Евангелие Говорит А тогда они уже Это говорили Но просто так От прелюбодеяния Многие зачаты Подсказывают им Другие Нет Надо сделать Что-то такое Пострашнее А что Ну Ненавидимые язычники От язычника Она зачала его Ну От язычника Сказали Вообще Теперь да А кому они поклоняются Деву Марию признают Но другой Говорит Это еще не все От язычника Ну бывало Наши за язычника Тоже выходили Были такие случаи Ну и показывают Заурия Кто была Та которая Родит нам Христа Жена Соломона В будущем Так нет Это знаете От кого она родила От оккупанта То есть Самые ненавистные Оккупанты Так она его родила От римского солдата Давай добавим Добавили Вот уже Четыре этажа Тот говорит Ну солдаты же всякие Бывали что и защищали Бывали Сотник Синагогу построил А давайте скажем В армии Кто более всего презираем Ну кто дезертиры Так вот Она дезертиру защила И это сегодня У них вмонтирует В сознание детям Годится это И когда мы такое слышим Мы должны проверить себя Они ответят за это Он меня судит Меня за это Бог не будет судить Его судить будет За эти слова А как я отреагирую За это меня будет судить Враг голоден Накорми его Мы злословили Всю жизнь Евреев злословили Вот и получайте теперь Ешьте прикуску А как мы даже Теперь относиться Когда они так Сына Божия называют И не где-то Христос А он в аду По их учению И не просто мучается В огне А обязательно В экстрементах В дерьме Не человеческом То есть они придумают И придумают что-то Но это не влияет На него Он свят Он чист Единый Святой Троица И мы должны Часть вины Вот этой клеветы Взять на себя Мы послужили этому Православных клеймят Пайпиру Везде За что? За иконы Да если вы просто Изображения висели Кому не помешают Но речь идет о том Куда зашли с ними Без иконы молиться нельзя Мироточение Кровоточением Теперь обращаются К иконе Как к живому существу Идут обедать За собой икону тащат Коренную Мы послужили соблазном А таким людям Обещан жорнов Выгнивать это нам Совсем нечем И в этот день Как бы Я как бы говорю Хотя в Писании этого нет А думать-то надо Вздрогнуть Если сосуд Для воплощения Христа Пять с половиной тысяч лет Бог готовит То мы являемся Храмом Божиим Приду и вселюсь вас с отцом И обитель сотворим Как он нас-то готовит Как он любит нас И наполни сердце Этой благодарностью Так она мать Благословенная Чрева Сосепитавшая А Господь говорит Блаженный слушающий Исполняющий Именно здесь сразу и говорит Как будто она не блаженна Наивысшее блаженство Мы можем получить В признании Христа Который зачат сегодня Зачатие Ровно через 9 месяцев Он родится Я говорю о сегодняшнем дне Здравыми глазами На это посмотреть Если это благовещение Благая веса Достигла нас или нет А если достигла Какие перемены Произошли с того момента Как я услышал Когда я принял Христа Впустил его в комнату Войди ко мне Похож на Захея Нет Сегодня говорили о стребролюбии На мечта у человека Каждого почти Хотя не таким уж Миллиардером Но побогаще бы Я один из них Мне так хочется Сегодня где-то Найти денег На путешествие Но я Богач Я не делаюсь От этого Мне надо Бензину купить Машину Мы едем на благовестие Это другой вопрос Ну Был бы богатый рядом Я бы не отказался От него Да послал бы Господь Если сегодня нам Худо-бедно Мы сейчас должны подумать 12 тысяч евро Только Наличному получить Ведь едем-то Ни худо-ни бедно Почти на 34 государства Я постоянно подчеркиваю Теперь По этой теме Нам приглашение Выслано уже Из двух государств Уже они в пути Теперь срочно Надо Сегодня Кто у меня здесь есть Где Севастян-то Здесь Вот Никуда не на шаг Николай Сразу идем Посмотреть Что нам не хватает И начинать оформлять Это одно В разных государствах Уже сегодня Они активно начинают Приготавливать людей К встрече с нами И монахи Вплоть до епископа Я могу сказать Кто откликнулся Определенно Это Германия Греция Грузия Украина То есть Там мы уже Обязательно должны быть А остальное Бог усмотрит Еще время есть Но Какие-то у меня Тут неурядицы Фейсбук открыли В первый же день Заблокировали Неудачно получилось С Португалией Так и не связались Там этот Иеромонах Арсений Соколов Просил Помолиться Прошу Что-то у меня Связи с ним нет Мне нужно получить Ответ из Англии От этого директора Чтобы По приглашению Везде затруднения Такие Но они маленькие А раз затруднения Значит мы еще Более бодрые будем Они так Ой-то там затруднения Вчера один вышел А вы знаете Через две недели Там такое будет В Европе Там война Уж вы ладно На себя не смотрите Но людей-то зачем Губики туда везете Я вижу Что с пьяных глаз И с пьяного Как знаете Будуна Говорят в мире Я говорю А может быть Они ждут Чтобы приехали Примирители И примирили их В моей жизни Это было Враждующие Общины Примирялись После первой проповеди Плакали Целовали друг друга И соединялись Снова вместе Все вокруг Кипит во вражде Нужно Живое Искреннее Горячее Слово Исполненное Благодатью Духа Святого Я буду говорить Кое-что Для тех У кого тут дети Тут немножко спрашивали Кто у нас Дублером будет Один или два Дублера должны быть Паспорта Чтобы были Визу открыть Помочь не могу Я ресурсы Ищерпал Я ведь Добиваюсь Не один А на троих Работу-то веду Я А там проверяют Приглашение дать Они глядят Какой заработок Если мы попадем В аварию Кого она пригласила За ее счет Теперь будут лечить А медицина там Очень дорогая Очень И поэтому Нам лучше или не болеть А авария от нас не зависит Какой-нибудь дурелом пьяный Заломился Да и все Она тогда ищет знакомых Которые могут пригласить Это не просто так Это надо верующих искать Но По милости Божьей Мы на троих Оформили Кто думает Теперь попытайтесь Через знакомых Через религиозные организации Как-то То есть у меня Никаких абсолютно Шансов больше нету Так Я заметил сегодня такое В церкви ребенок Плачет И просит куклу Здесь этого никогда Не было и не будет Так Слышите Кому я говорю Кому я это сегодня говорил Я не вижу Тяжело догадаться Так Куклы не заносить За порог храма Вам надо играть Заходите Детскую играйте У ребенка должно Отложиться здесь Понимание того Где он находится Ребенок не может Он бодрый Идите качать На качели Стань минут Помолись Минутки две Тогда заведи его Храм Место Божие Дом молитвы Должен называть Благоговение Дети Которые вырастают Без должного Благоговения Отношения к храму Не имеют Святого места на земле Они везде будут Себе так вести Это единственное место Этого что больше не было Что-то я не вижу Кто тут больше всего Заботился О ребенке Она с ним Наводится же с ней Это плохо Продолжение Передать Вы знаете кому Теща Не умирайте От крика ребенка Вы говорят Часто обращаясь К личному опыту А как Я буду говорить Да сегодня не так Но у нас десятеро В семье было Десятеро И от крика ребенка Никогда ни отец Ни мать Не тревожили За только делов И все выросли Ни один глаз себе не выткнул Никто не замерз Никто не сгорел Над одним пескарем Четвером трясутся Ума не дадут Не надо этого делать А как избавиться Рожайте больше Она за 35 лет Смотрится как 20 лет Ее спрашивают А как вы молодость Сохранили Она говорит Рожайте больше Один простой ответ Наша мама Всегда выглядела Так как будто Ей 25 лет Уже там За 50 лет Она Начала сдавать Так это надо понимать Отец инвалид Сколько ухаживал Сколько вела Несла У нас сегодня Восемь Первый раз пришли Я еще раз напоминаю Наша община Не совсем обычная Хотя бы потому Что нам Мы уже заранее договорились Никогда К себе Никого не звать У нас это не принято Наоборот Нам попасть Трудно А если мы кому-то Разрешили Проверили Разрешили на раз Один раз прийти А на другой раз Человек уже подойдет И скажет А можно мне понравилось Ходить Тогда тебе двери открыты Но если ты уже Был здесь А следующее воскресенье Нигде не был Ну и без причин Почти наверняка Мы с тобой расстанемся Ты скажешь Сейчас у вас была А следующее воскресенье Пошла к баптистам Пошла Патриархийно Пожалуйста Но только не лежи на боку Это все равно Что ты была с нами И вместе с Господом Чтобы с чем-то была занята Я не говорю Был человек в тюрьме Там в доме престарелых Или где-то Он собой не руководит Но все-таки знайте Доложите на себя обязанность Отдайте Седьмой день Господу Он принадлежит Ибо Он свят Мы чтим Субботу Господню Которая есть в воскресенье Услышал один раз Ну и держись за это Мы никого не агитируем Не вербуем У нас это не положено А это практически везде Каждый к себе старается Затянуть Или сяд У нас это абсолютно запрещено делать Человек пришел Он как будто с нами Уже сто лет было здесь Так же чувствует Мы из собраний Не изгоняем нигде Он все слышит Потому что тайны у нас никакой нет Тем более я вижу Наши ролики записанные Сейчас отдел юстиции Кое-что смотрят Кое-что смотрят Им смотреть за нами не надо За нами машины стояли КГБ смотрели Чтобы они сейчас смотрели Я в это не верю Во-первых не то время А во-вторых у нас Все абсолютно выставляется И занятия И собрания И они знают о нас Абсолютно все И это нам на пользу Не надо умирать А то некоторые Стали уже бояться Бояться где-то нас снимают А как бы что ни было То другое то Я знаю кто это боится Человек Имеющий темные пятна Да я вот не так скажу Не тот вопрос задам А ты не бойся Перед Господом Это другие С чем мы накажемся Не бойся Ты через это Духовно будешь расти Если бы прошлые годы Я с магнитопоном Тогда видеокамер не было Не мотался по стороне Не было бы сегодня у меня Ни у кого Бесед с Александром Менем А это целый том И все это выставлено Его голос можно слышать С Атомом Дмитрием Дудко Не было бы бесед У меня еще не опубликованы Не распакованы 16 часов беседы С Глебом Якуниным Это исповедник Христов Священник В свое время он был отлучен Тогда Пимин видимо был Алексей Первый И вот 21 год у него Быть священником-дворником там был За то что восстал за свободу церкви Почему всю свободу нашу отдали Безбожным коммунистам Там был еще Николай Шлеман И вдвоем запретили А потом его пришло время Арестовали Он в якутских лагерях был Сегодня что-то я вижу В интернете Он вот так сидит Вот так вот руки не разгибает Передвигает вот так Или авария была Или у него инсульт был Глеб Запомните его И кому придет на память Помолитесь Он несколько раз был депутатом Государственной Думы в Москве Очень активный священник Ну кое в чем мы не соглашем Я не соглашусь с ним Он экуминист Он экуминист Мы знаем что православие Это истина от Христа идущая церковь А остальные которые возникли позже Там баптисты адвентисты У них определенная дата Как у баптистов 1639 Первая урожая всеобщина Это хорошие прекрасные люди Но не церковь Потому что там нет священства От апостольских времен И доказывать тут ничего не надо И которые хотели слушать Те пришли и стали православными батюшками Я с баптистами работаю ровно 50 лет С адвентистами, с 50-никами Я их знаю не по взгляду очей Сих капель Проповедовал во многих городах Жил и пил, ел с ними И когда спрашивают Кто они такие Да они такие Там жертву детей приносили Ну это тоже как Христиане Младенца жертву приносили На них так и говорили А когда причастие слышали Я отвечаю Эти люди намного чище живут Чем в массе своей православной Хорошие отружники Хорошей семьи Но Не церковь Я опять натолкнулся В интернете И про меня много Очень там разы пишут Я даже не знаю кто А вот вы нападаете на Лапкина А мы баптисты Его протестанты очень уважают В Соединенных Штатах Америки Там про него фильмы смотрели Но он от баптистов Пух и прах Говорит не оставляет ничего Несмотря на это Говорит они к нему очень хорошо относятся Почему? Справедливо И они это понимают Притом не рядовой состав Если даже клевета Златоуст говорит так Клевета это Солома Это хворост сырой Набросали на тебя Но подсушит временем Пламя будет видно до облаков Я вам рассказываю о благовещении Сегодня слышал о знамении Крестное знамение Правильно совершать Прочитали еще раз повторяю Как пальцы слагаешь Ты два Князь Владимир крестил Три От них она идет Твоя полная свобода Но мы должны знать Первые христиане молились одним перстом Но крестное знамение было всегда Камагридеши даже Там уже описывается Как это было Это в житиях святых Одним перстом И они говорят Поднимая крест на аренах Крестус рыгна Крестус царствует Это был главный их лозунг У католиков Петра И когда меня спрашивают А кто правильно Правильно католики Но я не католик Я молюсь как приучник с детства И нужно так На лоб наложить На чрево Где пух Точно на правое плечо Точно на лед Это крест А для чего делать Во-первых Защитить себя Во-вторых Поразить сатану Необходимо это сделать А почему Знамение И женщина Подходя ко Христу Кланялась Простирала руку К небу Подняв к небу К небу руку Клялся Живущим на небесах Это жест Иногда показаны два Что означает Виктор и победа Вот он в всем мире Вот хорошо Показывает плохо Показал Значит отдает честь И понимает Встречается Башист Только кину руку В ответ такой же Он знает Это наш У масонов Другие знаки Показывает Где-то У христиан Не просто знаки А изображение Животворящего Креста Господня Который был на Голгопе Я беседовал С разными баптистами Ну а у них Это не принято Крестить Я говорю Почему у вас не принято Ну у нас не принято Так Мы просто верим Поклоняющиеся Христу Богу Должны поклоняться В духе и истине Ну а как вы считаете Исаия в духе поклонялся Или нет То есть На вопросы требуется ответа И между собой Начинает В духе или не в духе В духе поклонялся Но не в истине Потому что истинно Во Христе А они в образах Приносили Игненка Игненок прообраз был только А он был духовным Он в духе Видел Господа Сидящего на престоле Мы его даже не видим Но знамение Сына человеческого Явится для всего мира 24 глава Евангелия Плотвия Ни один Протестант Сектант Не ответил мне За полвека И не ответит Что такое знамение Это Христос Я говорю А за знамением Явится Христос Что? Христос? А за Христом Явится Христос? Ну Не бой Это Это крест Животворящий Который будет ярче Солнца тысячи Крат Знатаус говорит И три причины Первая Предать смелость Ободрить воскресших Которые Праведники И рядом нечестивые Второе Устрашить нечестивых И третье Прославить Христа Прославь меня Отче славы Которые я имел У тебя прежде Бытия мира Он шел на крестное страдание И этим Животворящим Крестом Мы защищаемся Совершая его Люди Которые боятся Даже есть А зачем Не в правой руке Твоя обман У меня ничего В правой руке Я говорю Нету Масонность Здорово Это только левой рукой Такой у них Правильный жест У них А правый Это мы Остальные простые люди Мы сотворяем Счастный Животворящий крест И к нему Относятся протестанты Не просто с пренебрежением А с ужасом Вот барнаульская община Баптистов Ивангельских христиан Называемых Называемых Потому что По Евангелию Они должны иметь Священство И Ну у них так Глаза закрыть Руки сложить Или как-то так В основном Вот так вот молятся Они Вот так руки делают А к нам заходят Андрей Мицкер Один из хористов Регент Но еще заходила Маша Глушкова Мария Никифоровна Вот И Алла Петеримова Где она у нас здесь Есть, нет? Нет Ее муж Это наши прихожанки Муж И вот они там Когда начинают Готовить Людей Чтобы Репетицию провести А одевающиеся Вот так Как у нас шумят Но не может сказать Говорит Сестры Там потише Мы сейчас будем молиться Здесь Спросить благословения У нас тут спевка будет Чего надо? Мы молиться сейчас будем Не слышно Чего надо? Ну как показать-то им-то? Он тогда возьми И перекрестись Показал Мы молиться будем Вот это они поняли Поняли Но сразу доложили Петеру Собрался совет И всех троих Сразу отлучили Не посмотрели Что регент И значит Что-то в этом есть? Это не где-то в Барнауле Родичево 67 Я называю имена Пакты Кто-то добыл Никонов Алексей Дмитриевич Пресвитером у них Значит Что-то значим Мы С крестным знаменем Я выступаю Баптист И говорю А вот на вас Нападает Во сне Или где-то Дьявол Прям видите Что дьявол Ну Да было такое Ну поделитесь опытом А как вы от него избавились Один говорит Я стал говорить Иисус 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 Даже не говорил Помоги И он И исчез А другой говорит Я говорил Иисус не помогло А что-то я говорю Сделал Ну братья Вы только не осудите меня Он уже знает Что ему капкан готовый Так я его взял Вот так И перекрестил Ну и что А он сразу упал И провалился Я говорю Вот это по житьям святых Ты покажи собаке Которые били палку Как он будет Он поражен Животворящим крестом Ты утром выходишь На улицу Сотвори крестное знамение И скажи Перед дверями Отрекай Сатаны И всех дел его И всех гордыни И всех ангелов его И никакие Кашпировские Не устоят Ты будешь идти Как по воздуху С тобой ангелы С тонн ангелов Которые защитят тебя Кто с детьми занимается Так ну-ка Дробь Кто у нас дробь Андрею передай Его сыну было отказано Ему лет пять Был отказан в лагерь Время приближается Должна быть Характеристика от батюшки Он знает за что Ребенок матерился в лагере Ему отказано Скажи Скажи Отец глухонемой Сын матерится У нас отец матерился Десять детей Он матерился отец у нас И ни один не матерится Вот удивительная История какая А здесь отец не доста Он глухонемой Вон он сидит С бородой Околокна Ну Я сказал Ему в лагере Охота Но чтобы Мы Я не могу Чтобы он зарожал Других детей Вот какая причина Разобраться надо На этой неделе Кое-какие у нас События были И очень такое Неприметное событие Но оно уже Начало сказываться Вот что мы снимаем Называются ролики Видеоролики Мы выставляем в интернет Их надо ужать Сначала время идет Потом поставить Мэйлру Потом на форум Потом ютуб А то у меня Вся неделя идет Вот сегодня ночью Я вставал Где-то наверное Пять раз Чтобы она Пока кончится Записывать Я вот когда просыпаюсь Я прошу ангел Подними меня И вот она заканчивается Одна минута остается Меня поднимает Пока я валенки надел Она кончилась Я зарядил Опять ложусь спать Помолился Лег спать Это чудо божье Что Бог делает Да у нас так разбросано Люди приходят Все Ну как на складах Да как у нас Там не наешь Но я то нахожу Ну а приходящие Мы хотели найти Про венальную юстицию Или там про мощи Лази и лази Нигде нету Это нужно мне Теперь из интернета Выбрать Вот Оно же рассыпалось По всему интернету Выбрать к себе И теперь Нужно жить про полком Собрание Отдельно в собрании Отдельная папка Отдельная комната Отдельно занятие Отдельно занятие И это называется Канал Этот канал Надо создать Чтобы у нас был Свой канал На неделе Пришел Мой крестник Гавриил Ричкунов И он сотворил Этот канал Непростое это дело Как он красиво сделал И он занялся Этой разборкой Он на меня хотел Звалить Я говорю У меня ни ума Ни тямы не хватит Но уже после обеда Я начал это делать Игнать Иванович Видеоканал Вы добавляете То люди Канал Канал Ну а вот мы собираемся По лесу На 150 роликов Меньше Я говорю Куда они делись Да куда Я же их слепил Из двух Один А бывало У вас и на три Ну длинное собрание Там или что-то И он Я говорю Все сделал Все Не потерялось Нет Ну а теперь Я уже Ну знаю Куда папки То есть Вот Их было Допустим Там 15 Позиций Сейчас я сделал Уже 26 Там отдельно Допустим Беседа с Невизоровым Это отдельно Отдельно Диити Отдельно Потеряевка Кто зашел к нам Только ссунулся Вот у папки И там все наши ролики Подряд идут Значит Поблагодарите Бога За него У него что-то Там Неурядицы были С женой Ее не прописывают Она жена с Украины И не прописалась А поздала на три дня Что ли И сейчас они терзают Там и деньги надо платить А он в квартире живет И за квартиру Каждый месяц Платит 10 тысяч Я в Барноле Даже не слышал это Говорит Какая цена Ну я ему сказал Ты переходи к Надежде Васильевне Ты у меня будешь жить А она там А там Ну 10-то тысяч Это Я на лето ухожу Вообще тут пусто Ну заходи 60 тысяч в кармане будут Ну не знаю как Он не один А я никогда бы не разговаривал Сразу перешел Даже на чердаке стал жить Летом можно на чердаке жить Но 60 тысяч там у меня здесь Ну значит Вы знаете Как говорил Ее Виктория Чтобы как-то усмотрел Господь сделал для них В Потеряевке Вы знаете Как события Я говорю про Потеряевку Так минутку Разговоры Оставьте Жена вышла Из повиновения мужу Я не буду называть имена И проще Полностью вышла Полностью Вышла Из повиновения уставу Абсолютно все Помосит Семеро детей Мало-мало-меньше Подала на развод И получила развод И она не может дождаться весны Приезжал муж на неделю И рассказывал Она как больная Совершенно Она не может Она встанет Это молитва Ее видимо Она не может найти место себе Как бы она что с собой не сделала Я боюсь Поэтому маленьких девочек Приучите к полнейшему послушанию Чтобы она не сама там в интернете Искала мужей себе Потеряно все абсолютно Дети не ходят в церковь Шесть детей Пять дочерей И один сын Я сразу вспомнил Магду Вообще двое Двое сыновей Ну сын-то старший уже ушел Семеро детей Дети не ходят в церковь Всех отбили Теперь Он уходит Готовит сливки Среди поста берут сливки Его едят Она их полностью разложила И в том же Я Богу молюсь Я не говорю кто Это тысяча лет назад В Японии было Считайте так Но Она документы-то забрала И на дом Она его полностью разорить желает Полностью Технику продать Его никто Но Саша Муха Дает ей инструкцию Как делать А батюшка ее вызвал И говорит Ты что делаешь-то Элементы То он с чего тебе будет платить Там в деревне-то больше ничего нету Трактор пополам То все У него ничего нет Корову все зарядывают Чтобы Ну он поедет к матери жить А его посадят Мы из лагеря Ты ничего не получишь-то Ты же видишь Он какой рухлят-то А тут он работает Он работает Он кормит семью У него стадо Содержится коров Все То есть полное Абсолютное безумие И когда он поехал Игорь за документами Копию снимает Дом Она под дом подъехала Ну и Она адвоката наняла Ну а адвокат говорит Ну как же так Семеро ребятишек Да вы вроде верующие Так Он говорит Ну я что могу сделать-то Власть на ее стороне Я уезжаю в город И Она Да и коров не буду Пока деньги не заплатишь И он ей Продает молоко Там Сливки приезжает И ей платит Этот адвокат А как Жене Которой ты Деньги платишь И детей кормишь Не встречал Не встречал такого А почему Семь злейших Говорит А если находит Он Не занятое место А ходила Прищищалась эта душа И не приведи Господь Не судите Я просто рассказываю Обстановку Ничего не добавляю Вы знаете имя Помолитесь По крайней мере По хотя бы о том Что она там выехала Благополучно Ничто не подожглось И чтобы с собой Чего-то не сделало Я знаю Что дьявол На полпути Не бросает Он обязательно Доведет до точки Она сказала Я дойду до конца Все приговор А какое конец То есть вниз и вниз И мне мысль такая Пришла А где Галя Сирина Нет ее Она писала Как обратилась Да она не нужна Просто я обратился К ее характеристике Она работала на заводе На кранах больших И когда поднималась А я еще был В техникуме Нам говорили Вы на стройке будете Не забывайте Если куда-то подниматься Первым поднимается мужчина А если спускаться надо Первой спускается женщина Ну понятно почему Потому что брюках-то не ходили А в юбке Она поднимается А мужчина за ней поднимается Ну понимаете Это не так-то Я тогда ничего в этом не увидел А сегодня я увидел Что в этом есть часть сакрального Если на небо Мужчина первый Если падать вниз Жена первая Вот и все По самому устройству показывается Я только Я прям буквально на молитве Это получил И везде так Мужчина первый Это на небо Он руководитель дан И написано Благословение отца Созидает дом Проклятие матери Разрушает его до основания И мы на практике Это видим Как будто у ней Благословения нет Она детей всех Очертила Страшным фиолетовым кругом Они все отца Поносят Проклят Злосовящий отца и мать И не дай бог Кто-то женится на таких Другого не будет Хочешь жениться на кого Сначала познакомься с тещей Как она будет В большинстве своем Характер идет оттуда Если Христос не мешается У меня характер Вылитый отец И это знали До времени Пока я не обратился А когда обратился А жена что-то сейчас начнет Не туда А моя мама То все знает Ох Надя Надя А если бы Игнатий к Богу То не обратился Что бы было Заказ мода С топором к чурке Остановки никакой не было А Господь так показал Не ты будешь террористом А тебя будут терроризировать Тебя будут давить Какой же я счастливый-то Он меня из Савла Как говорится Подвинул к Павлу Уж каким я Павлом стал А Савл был настоящий Итак Знамения мы поговорили Я сказал это для того Чтобы детьми девочки Мы усиленно занимались Приучайте их к молчанию Даже в семье маленький У тебя растет Маленький Приучите Чтобы мальчика особо почитали Я не вижу У кого тут мальчик Я и особо Я постоянно говорю Так принято Это в Японии Во всех Даже языческих странах Он рождается мальчиком больше Но уже к 10 годам Их намного меньше А сегодня город невест Иваново Друг на друга Почему замуж не выходят Вот считаешь То другое Он говорит Как с вами выходить Вы за версту Говорит уже воняете Пивом да сигаретами на женщин Вам подкаблучники нужны Чтоб кормили вас Вы на женщин-то не похожи Мужчин не намного больше На 1000 мужчин 1260 женщин Ну текстильный город Город невеста И никто не берет их замуж А почему Потому что мы стервозные Ну а вы то пьянчушки такие Да мы пьянчушки Пьянчушки Ну а вы то лучше ли нас Аминь Ты то хочешь за меня только скрыться А что ты говорит Так долго лежишь Спишь Я не спала Пока мужа не приобрела Теперь пусть он бодрствует Вот и все Нам нужно позаботиться Вести все это В евангельское русло В евангельское Дети даже сегодня Уже четко знать Границу Дозволенного Мальчика не долбите Не толкайте Дайте ему подняться Достойным мужем Не подкаблучникам И тогда он достойно Жену доведет до неба Это понятно Абсолютно всем Уже сегодня Я уж не говорю Про мусульман У которых так это все У нас неправильно пользуется Словами Девушка Вот эти Которые танцульки устроили В храме Христа Спасителя И везде Девочки Девушки 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 А они там На выставках Приходили Раздевались Докола И совокуплялись При людях При детях Девушкой Можно называть Такоту Которая сохранила Биологическую девственность А это уже женщина Поэтому мы сегодня Слышали прославление Девы Вы знаете Какая существует Легенда Или предание Симеон Богоприимец Был один из переводчиков И когда он переводил На греческий язык И там написано Все девы В очереди Примет и родить сына Исайя 7-й Он решил Что ошибка Дева то не может родить Написать Молодая женщина А по написанию Они говорят Близкие эти слова И ангел ему сказал Не умрешь Пока не увидишь Евреи говорят Ну Что ж тут такого Ну дева Ну если ничего нет Почему это знамение Это написано Знамение А раз это знамение Значит это необычное И ничего здесь Человеческого не было Ничего Она дева Мы называем ее Присно дева Мария Она была девой Зачела девой Беременной была девой Родила девой И осталась девой Монахи начали придумывать Что родила Или сбоку Якобы развинулась плоть И он где-то между ребрами Или где-то тут вышел Ничего писания Об этом не говорит А как Мы не знаем Но пророчество Которое к ней Относят Из Закии Есть такое Еврата Которыми выйдет Царь Закроется Никто ими не войдет Евратами называют Чрево Лона Он родился Снова действенность И больше Никакой муж не было Сектанты Там баптисты верят Что в ней были дети Дети это были Иосифа второй жены У них по четыре жены было Магомед-то не на пустом месте Это строил Ну вот о чем говорим сегодня Вот кто пойдет Я кому-то покажу Остаться Вы мне нужны Будете сегодня Здесь Мне задали Такое задание Я без вас не выполню Нужны вы будете Всего на пять минут Допустим Вот Которые ко мне Заходили В дом На квартиру Вы никуда не уходите Это примерно Они должны быть Хотя бы на пять минут У нас там будет съемка Хотя бы на пять минут Я долго думал Каким образом сделать И наконец Мне как открылось Вот так нужно сделать Показать этих людей Что бывает Так Теперь у нас сегодня Гости новые Давайте посмотрим Кто и как Немножко о себе что-нибудь скажите Не вставайте Как вас звать? Алифтина Громче Алифтина Алифтина величать? Половина Сколько вам лет? Мне 72 72? На год моложе меня Слушайся На год моложе Вы первый раз здесь Я первый раз Вас кто привел сюда? Любов Николаев Любов Николаев А теперь она для вас Здесь как бы поводырь будет Вы не натружайте себя Я вам еще раз сказал В следующий раз Если у вас будет желание Мы не зовем к себе Это вы должны проявить У нас такая община Вот рядом домик И там к моей жене Можете пойти Я вчера уже у ней был Лишь бы вы пришли Тебе простыни были У нас стирать негде И наволочки И там их оставите Утром встала Ты рядышком Тебя отсюда проведут Чтоб ты не упала Спасибо Так что Алифтина Если понравится Милости просим Мне нравится Если понравится Я ваши книги читаю Ну мы сейчас еще собрание закончим Кто-то уйдет Потом трапеза У нас такой порядок Вы не уходите Кто в гости А потом будут занятия До конца увидите Так еще кто пришел сегодня Так поднимитесь Немножко расскажите о себе Поднимайтесь Назовитесь Кто вы А я Мне 76 лет Вот в Сретине Господне Исполнилось Я Бережная Елена Макаровна Фамилию назвать Елена Макаровна Бережная Да Так Где вы находитесь У кого живете Или откуда приехали Я в центральном доме-интернате У вас родственников Никого нет? Из Бийского Там 6 лет была И здесь уже вот год В этом интернате Так что я ей сказал Это самое и вам говорю Если вам нужно будет Здесь придете Когда Мы вас не приглашаем У нас не принято это А вы скажете Понравилось Я хочу еще прийти Двери для вас открыться За вами нет никакого замечания Но через кого вот пришли Допустим Я не знаю Татьяна-то где у нас? Вот она Значит Одеть У меня сегодня юбка Я вижу маленькая коротковата У нас устав Дресс-код свой И ночевать точно так же Можете пойти здесь рядом Никуда не ходить А там у себя своим сказать Если я В воскресенье Со службы Тогда приеду Так Братья шофера Не забывайте Человек с костылями не может Шофера все Подходите сюда Когда будете уходить Видите Вас тоже чтобы отвезли до дому Откуда взяли Туда и доставить Слава Богу Это у нас братья Они Насчет этого так Ну Правильно? Нет? Аминь Как Есть такой фильм Князь Серебряный Он там казнит Иван Грозов И говорит Суд мой Правильный или нет? Все говорят Правильный Только один сказал Неправильный суд И заставил Он что себе Смертную казнь Так что Да ничего хорошего не скажу Да ничего хорошего не скажу То есть об одном И том же человеке Но они Вот так вот говорят Кажется Ничего особенного Ты не сказали А уже понятно Какой этот сам человек Вот знаете На корабле Раньше вы ездили Самолетов не было Смотрите И там вещи сдают Как не ломбард А на хранение Ну и один Вечером уже А в каюте двое Он пошел И сдает вещи И неудобно как-то Представительную И говорит Вы извините меня Ну компаньон-то мой Кого поселили За самой-то Ну ему билет такой дали Вот этот Он мне что-то не вызывает доверия И поэтому я лучше сдам сюда Он говорит Ничего-ничего Он уже пришел Сдал То же самое про вас сказал Вы у него тоже не вызываете доверия Это человеческое А когда уже выходили из кают Они оба сделали с друзьями И дальше переписывались А потом Бог привел в одну церковь Так это ничего Первоначальное Может быть и недоверие Но мы грешные люди Так Что вы скажете Что не понравилось у нас Мне понравилось Вот я книгу же вашу Уже дочитываю Почти всю Десятую Десятую книгу Я ее В общем Штудирую Или как сказать На столе все лежат Тридцать восемь книг Вон Слава Богу Слава Богу Все Слава Богу И вот это Вопросы какие можете есть Вот я вижу То что там написано И сразу Вот меня сестра Приняла здесь Это брат привез И что молчание Я вспомнила Как у вас написано Что перед собранием Молчание На 7 минут На 7 минут у нас Необычно то Что у нас За 7 минут До начала богослужения Мы все заходим И даже не переступаем Стоим И рукой не крестимся Мы молча Углубляемся Прошедшую жизнь Прошедшую неделю За все Благодарить Бога Попросить благословения Чтобы священника Было воистину Огненное служение И через 7 минут Тогда открываются Врата Когда священник Следующее воскресенье Батюшка будет здесь Да? Я так говорю? Да Не стоит Ну вот так Тогда можно увидеть уже Как сказать Полное со священником А сегодня у нас Просто богослужение Без священника Он потеряю Сегодня служит Да? И слава Богу Вот я же Евангелие Вот для меня Вот я когда Прочла вашу книгу Это мне Бог дал Я даже не помню Как она ко мне Сколько книг В Бейске оставила А это я Ну видно Несколько Я прочитала И она так Сохранилась у меня И вот Что мне Ну да благословит вас Господь Могу я так сказать? Конечно Вот за прямоту Там вот Понимаете Прямо Там все прямо Вот вы были В других служениях И слава Богу Там все Правильно И мне как-то Господь Вот так тоже провел Понимаете Через баптистов Двух этих Регистрированы Сейчас я у нерегистрированных Вот в данный момент Вот Ну я вам сказала По телефону А сюда Ну я не знаю Как я пришла Вот Сестер вы послали Приехали Я велика рада была И еще хочу сказать Что вы сказали Я говорю Так хочу вас увидеть И вашу проповедь послушать Слово Божие А вы сказали Вас привезут Я в 7 часов Уже стояла Брат приехал Я уже ждала Его на коридоре Слава Богу За все Слава Богу За все Вы как-то Не пропустили Мимо телефон На первой странице И вы мне позвонили Ну позвонили Звонок был Я вижу Что вы действительно Нашли Ну а теперь что Теперь надо Ближе знакомиться Я сразу позвонил С сестрам Кто свободен Посетите Но вас сестры Не напугали Пришли Нет Слава Богу Все такое Общение было Они мне Объяснили Как служение Проходит Все Спасибо Вы успели Слава Богу Скажу Что вы сказали Если нет длины юбки Можно ее дошить Я вот это Связала себе Вчера Видела На картинке В этой Книге А юбку Дошила И вам говорю Так все Чтобы было Это от человека Зависит Так что Елена Макаровна Слава Богу Вам Господь Показал это Вы сами уже Смотрите Вам не отказано И поэтому Уже смотрите Понятно Брат Вот самое главное Что Евангелие Я Евангелие Столько перечитала У меня Евангелие Все перечитано И линейка И всем И я вижу Евангелие 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 А что еще у нас может быть Слово Божие Евангелие И исполнять Стараться Стараться А Господь видит И благословляет Когда мы стараемся И если ошибаемся Он нас благословляет Дальше Чтобы больше приближаться К образу Христа Вот Слава Богу За все Вот Вы сказали Я радостная здесь Спасибо Христос И Дух Прям Дух Святой У меня поднимался Вот во время молитвы Я как на постели Однажды видение было Я как перышко была Из воды была Меня крестили Меня не умею плавать Притягивает Там выйдешь Я вышла На воздухе Вот Просто вот Как на постели Лежала в 6 часов утра Так и После крещения Я на воздухе была Вышла И думаю Я же не умею плавать Обычно выхожу Из воды Просто И как магнитом Притягивает А тут я вышла Я как на постели Вот кажется пушинкой Вот И Господь дал Вот не знаю Как на земле Но в среднем Господне мне Господь дал Родится 9-й брат 9-й тоже Слава Богу Все верующие Господа Принимали Я вспомнил Я вспомнил сразу Про ректора По учебной части В АГТУ Где мы вели 17 лет занятия И он был На презентации книг Его там считают Самым умным Из всех профессоров Ну это действительно так И не кто-то считает А многолетний Главный редактор газеты Который общается Савалей Тамара Вот И он сказал тогда слово Вот и Лапкин говорил Вот сейчас он показал Так я сказал Мне это не принадлежит Тогда у меня вышло 4 книги Открытым оком остальные Он Лапкин показал Вот так А у нас это На фотографии Я призвал Балабу и он снял Что дескать Его не касается Дескать Ну Бог ему только Я так и сказал Это не мое Это Бог дает Ну это не так Это в человеке Вот я знаю Писатели говорят Вот что они пишут Я читаю книгу А потом познакомишь Они совсем не такие Они лукавят Он не сказал лгут А лукавят И его выступление У нас записано Магнитокон И помещено в книге Но считая книги Лапкина Я говорю Он как говорит И я встретился Он такой и есть Вот это вот прямота Еще раз одно подтверждение Я никогда Никому в глаза не заглядывал Моя задача Только в одном Стоит Как быть верным Господу В каждой книге 3000 ссылок на священное писание Я рожден был С выше получил рождение С Библии в руках Можно сказать И это отобразилось Это отобразилось В том Что где написано Вот ко мне обращаются Уже неоднократно На неделе Где ваши книги достать Где У-у-у Да я бы сейчас поставл Я говорю Не спешите Вы сначала Познакомьтесь Раз Я на сайт Почитайте Посмотрите И как правило Считают Смотрят Я говорю Скачивайте Зачем вам деньги-то платить-то Ну уж Когда просят Как симфония Тут очень трудно Тогда приходится Экземпляров Пять сразу послать Вы посмотрите Внимательно посчитайте. Мы себе, если мы ищем славу, то все будет выглядеть по-другому. И мы слышали сегодня, это Господь делает. Книги, вот если только будет, на будущий год остается. У меня нынче уже книг 5, до 38, куда мы едем, их уже не будет, их уже нет. Поэтому я первый том, второй, третий, четвертый и симфонии уже прекращаю только-только своим где-то. Тысяча экземпляров всего было. В прошлом году мы в общей сложности примерно подарили 250 экземпляров. И умножить на 38, это 7 тонн, в библиотеке страны. А нынче нас ждет другой путь. И как мы совершим, об этом просто усилить молитву. Этого никто не делал. И сегодня уже знает. И было такое предложение от одного брата. Я сказать, надо взять с собой какого-то режиссера, киношника, чтобы он заснял все такое всемирное путешествие. Доходим до Португалии, думаю, даже в Англию попасть. За шестью Скандинавию захватить. Переплыть в Балтийское море с машиной, с грузом. И в каждую центральную библиотеку дарим полностью по 38 книг. И потом опуститься вниз, пройти через Чечню, Грузию, Армения, Азербайджан, Молдавию, Украину. И при Балтии грузию захватить. Это все вполне выполнимо. Но, как Богу угодно. Мы же этого не знаем. Но нас уже ждут. Поэтому работайте над этой темой. Кто дает предложение, постарайтесь его выполнить. Я не сижу, но занят абсолютно. Тем более компьютер сбивается у меня. Чтобы понятно, как я тращу время. Смотрите, я заряжаю, его нужно ужать. Она сейчас загружает его, сейчас гонит. Остается три минуты. Потом все сорвано, пропало. От меня я, ну что, попереживая заново, делаю перегрузку, опять ставлю. Второй раз опять не дошло до конца. И поэтому на ночное время, видимо, меньше там загрузка, я сумел это сделать. У меня, как говорится, 24 часа идет работа. Давай. Братья и сестры, во-первых, я как наблюдатель хочу сделать замечание, что сестры в прошлый раз говорил, что все нормально с юбками. Нынче вот, Гнатья Ханччев, сделал замечание. Сами проследите, не буду говорить, называть имена, но сами проследите, чтобы юбки были у вас, ну, как по уставу. Вновь пришедшим, может быть, я ошибаюсь, простите ради Христа, но кто наблюдатели, вернее, кто сестры, опекуны, вот вновь пришедших, вы подведите к уставу, и пусть еще раз устав здесь прочитают, я имею в виду косметику тоже, в том числе. Теперь о себе. Значит, прошу молиться мне, как о путешествующем, чтобы Господь все устроил. Еду я в грязелечебницу на Яровое с 8 числа сегодня вечером до 28 числа. Вот. Значит, теперь по поводу... Сейчас вот Игнат Тихонович сказал о том, что есть такое предложение. Вот это предложение возникло от меня, и оно возникло не случайно, неоднократно у меня на молитве возникала эта мысль, что мы еще не до конца осознаем всей важности и всего величия того предприятия, которое наши братья пытаются совершить. Это великое служение. Апостол Павел служил благовествованием. И сегодня, кстати, мы будем говорить... В прошлое занятие у нас была эта тема об апостоличности мирян. Миряне едут как апостолы. И сегодня мы будем продолжать эту тему. Так что вы вот оставайтесь на занятии, и мы еще продолжим этот разговор об апостоличности мирян. О том, что должно нести благую весть всему миру. Вот. И вот эта мысль о том, что сопровождал бы кто-то из профессионалов, который мог бы снять фильм, подобно вот как снимал Владимир Сергеевич Кузнецов, вот, «Причувствия» и другие фильмы. Это было бы, я думаю, достойно того события, которое собираются предпринять наши братья. Я, хотя и высказал эту мысль, но уезжаю вот в Яровой, и поэтому буду оторван от событий здесь. Не могу общаться с теми людьми, которых можно было бы привлечь. Так что вы помолитесь, чтобы Господь, если угодно Богу, чтобы эта мысль, она приняла, так сказать, воплощение. Вам понятно, о чем речь идет? Это дело непростое, что человек, который будет на это дело Богом избран, я чтобы это почувствовал, я почувствовал. Дальше. Обязательно, чтобы человек был верующий. Неважно, кто он будет. Католик, баптист, мусульманин, чтобы у него был страх Божий. Страх Божий был. Мы на это не смотрим. Дальше. Не курящий. Абсолютно точно. Без борода тут уже ничего не сделаешь. Желательно, чтобы в это время он уже бороду не трогал. Потому что нас будут спрашивать, показывать на него. Но он снимать будет. В кадр-то не будет. Я без бородовыми стараюсь нигде даже не фотографироваться. Считаю таким позором для человека, когда бороду бреют. К слову сказать, сегодня у меня книжек много приносит на уничтожение. И одна книжка про Илью Николаевича Ульянова. Знаете, кто это? Это отец будущего Ленина. И вот что интересно. Ленин сидит в кружке Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Старше ему, кажется, 32 года. 7 человек. Все до одного с бородками. Все до одного. Дальше. А отец его, Илья Николаевич, был инспектор. По нашему это звание генеральское. Всех училищ. И он теперь сидит с инспекторами такими же, которые по другим областям были. И все до одного с бородками. Все до одного. Его, у Ленина, там Дмитрий Ильич с бородкой. Там Бабушкин какой-то, который отдельно. Они все до одного с бородами. Потом появляются уже в советские годы там с усами. Окажется, Брита вообще ни одного не тут. Это все рядом было. Но представьте, у Ленина отец с бородой. И все его сотрудники с бородами. И сам в 33-м возрасте. Он на своей вере не свидетельствует. Все до одного с бородами. Что доказывать-то? Оно все рядом было. Еще и изыщество не поглотило хотя бы внешне. И посмотрите, Ленин с Крупской стоит у Ленина. Она стоит у Несея. И платье у них по снегу струится. У всех грудь закрыта. Вот, как сколько раз говорил. Вот так закрыта. Женщины отдельно все вместе. Ну давно ли это было? Ну 100-150 лет назад. Как приятно посмотреть. Я раздавал фотографии. У меня тут одна умерла знакомая. Ну и фотографии старые, которые были. Вот она сидит, нога за ногу положила. А платье еще на полметра ниже. Это в училище девочки сидят. Все до одной. Вот так вот под горлышко. Ну как вот воротник где-то. Сегодня обязательно мужчина растемнутый. Женщина еще ниже. Ну чтобы только соски не было видно. Ну сплошь и рядом. Куда бы ни посмотрел. Нам это надо. Не молчите и говорите. А на людей это действует. Вот вы посмотрели по картинке только. Ирина Макаровна. И это достаточно для вас было. Я говорю, Шавчина за клубом. Ну дом культуры называется. Она устраивает встречи. Мы уже приехали. Все. Ну а сама она в брюках. Молодая. Не такая молодая сказать. Ну приятная очень женщина. А я говорю, да. У нас вот принято так, что мужскую одежду носить нельзя. Это как мерзость. И Бог запрещает. Это второзаконие. 22 глава, 5 стих. Чтобы не носили мужскую одежду. Смотрю, ее нету. А где она? Да куда-то вышла. Зашел нигде. Маленько погодя. Гляжу, она прибегает в длинном платье. У нее дом недалек. Она побежала, уже переоделась. И не надо долбить-то было. Да я сколько долблю своих. Говорю, это закройте груди. Закройте, чтобы не было бил. Идут вот так вот. А потом встали дальше. Я говорю, это у нас не принято, чтобы губы красили. Златоуз говорит, Бог не дал красоты. На полтинник не купишь ее. А и прям Сирин говорит, для чего женщина красит губы? Одна причина, чтобы завлечь чужого самса. Вот и все. Я гляжу, ее опять нету. Она зашла и там оттирает себе губы, сидит, заходит, уже ничего нету. Я ей ничего не говорил. А глупому, говорит, ему что, кол на голове тиши. А кол тесать, это, знаете, промажешь иногда и кепнешь. Вот услышал один раз и скажи, да, меня это касается. Вы не просто прослушали, я для вашего не был забавный гуслец. Пришли, поиграл там и все. У нас все должно быть, согласно Слову Божию. Вот сейчас я попрошу, не торопитесь уходить. Время коротко. На неделе, может быть, мы будем уже собирать груз. Ну, дальше как-то корастает, подсохнет первый раз. Получилось так, что ставка наша будет южнее, чем мы думали за Москвой, Ростовской области. Ну и я приложил какие-то силы, но везде получилось так, что никак не попадаем, чтобы Москва напрямую на Минск шла. На этом уровне мы даже, в эту линию попали. Никого нет. Я не стал настаивать, просто попросил у Бога успокоить меня. Я успокоился и стал тогда внимательно. Карту открыл и стал по карте смотреть. Заказал карту областей России, уже делая в другом городе. Значит, Бог указал, работают, нынче будете на юге. Юг самое опасное место, куда на будущий год может не попасть. Вот и все. У Бога это устроено. Я говорю, Господи, если наша поездка не угодна, ты не камни нам брось, а Эльбрус положи на дороге. Один и другой, чтобы мы не переехали никогда туда. А если от тебя перенеси нас через все эти каналы, через все преграды, через все визовые препоны. Вот и все. Ну, в конечном итоге-то до Смоленска я дозвонился до этого. Мы разговаривали с сестрой своей. Она пятидесятница. Говорит, благословенное такое дело. Просто, говорит, даже не знаю, надо помочь вам, говорит, конечно. Но у нее самой квартирка маленькая. У нас такой груз, говорит, просто не разместить. Деревня эта, там бабушка есть, ну там дровинник у ней. Домик маленький такой, там одна комната. Отпадает. Дровинник есть. Но, говорит, у нас же, говорит, много, говорит, там верующих. У меня, говорит, есть одна знакомая, у ней большой дом. Там, говорит, места у ней, говорит, полно. Сегодня, говорит, буду разговаривать с ней. Надо помолиться. Чтобы, ну, чтобы люди свое сердце-то открыли навстречу такому делу. Ну, а там дальше, как Бог устроит. Конечно. Так что связь будет у нас с ней вот на этой неделе. Понятно. Знаете, сейчас скажу. Вот нас смотрят, которые побуждают делать ролики. Они заказывают, какие именно названия. Вот расскажите об этом. Расскажите там об этом. Ну, аптель-то падает, когда снимаем. Он говорит, ну, уже так, показал схему. Два светильника, там по 250 ватт. Они должны стоять на подножиках, светить. Ну, я вижу, как это делается. И на этой неделе уже купили эти светильники. Подставки не стали покупать. Володя деревянные сбил. Мы привязали, и качество сразу изменилось. Ну, и аппарат-то слабенький. Сколько он стоит? Тысяч 15. А у них-то миллиона полтора, говорит, стоят. Эти, которые вот такие носят-то они там. Страшно. Ну, конечно, у них чистота другая. Ну, и мы выиграли уже, прямо сильно выиграли. На этой неделе брат Игорь приходил. Мы начали по книгам смотреть, которые у меня это вопрос-ответы расширенные дать. И к истинному православию почти все я прошел, ответил. Ну, и, которое подбрасывается, и сейчас вопрос. Вот умер Золотухин, Валерий Сергеевич. Ну, и о нем много выступлений там каких. Ну, и меня спрашивают. И я ответил, как он приходил сюда. Да, вот здесь были встречи, что знают. А о нем такое. Вот видите как, лицедействовал всю жизнь. Опосредственно такой артиста был. Пытался дотянуться до Высоцкого. Ну, у него много недвижимости накуплено в Москве. А все это Линд отдал. Этой прелюбодельке, с которой он жил, гражданская жена теперь называется. И он с Ваней, с этим, пацану уже 9 лет, сфотографировал. А которая была шатская, другим никому ничего. А Денис, который от первой жены, он священником-то. И он говорит, вот от второй жены, которая, он в рок-группе был, веры не было, и с собой закончил. Оккультными науками занимался. И он его, я, говорит, его отпел. Я лгал перед Богом. Он неверующий был. Успокоить папу. Я виновен перед всеми. Какое я священник, когда мы считали это все. Это все в интернете. Побудило этого Дионисия, Дениса-то, высказаться о себе. Ну, а папа-то какой он перед глазами всех был. Все время, с 35 лет, взял гимнастику стоять на голове. Я считал, насколько вредно. У него опухоль, рак, все это покрыло. И в этом возрасте стоял. Не играйте. Гимнастика должна быть. А сам больше ходите. Больше ходите. Больше ходите. И не, 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 не. То есть не злитесь, не завидуйте, не ревнуйте, не переедайте. Меня попросили рассказать, как я добиваюсь здоровья. Я ни одной таблетки не съел. 73-й год, с голубями вожусь. Я ответил, секрета никакого нет. Вот эти не, не, не включи в себя. А потом доверься Богу. Как ему угодно. Мало яш, говорит, мало пи, здраво будешь. Не переедайте. За два часа до сна уже в рот ничего не бери. Ну, если возможно. Один раз, ты говоришь, не столь. Смотри, от чего у тебя что-то болит где-то. Почему зрение. Я вижу все вокруг. Все книги-то набирал. Верстал. 30 тысяч часов провел за компьютером. Это не игрушка. Как? Морковка. Я ее нащупал. Откуда мы узнали? Кто каракин уже не знал. Мне просто было положено, что нужен морковку. И мне вот, где она Антонина, то есть я вот кинул. Она помогает. Польгуем, там, свое сколько есть. Все время две морковки. Утром, вечером. Мелкое считаю при солнечном свете. Мы делимся опытом. Люди спрашивают. Мы сидим здесь, стол отодвигаем и начинаем делать записи. Это все сегодня в интернете на нашем видеоканале. Нам есть теперь что показать. Если у нас там где-то зарядят, где-то на пропускном, то они сразу выйдут. Раньше этого не было. Есть такие, которые говорили там плохо, а их нигде ничего нет. Самая воинственная против нас была Кемеровская епархия. Ее раздолбали. Патриарх Кирилл ее просто разгромил все. Я знал, помощь где-то будет другая. Все ранее только сообщили. Ее разбили, натрий, и теперь она такую провинциальную роль занимает. Они семинаристам дали, этим молодым волчатам. И они от нас нащипали. С моего форума 19-го, где что, судников говорил, наши ролики поставили. А дальше по хапчину свою стали говорить. Там нетрадиционное, там что угодно. То есть, ну они знают, что их за это не привлечешь. В интернете вообще-то недосягаемое. Но я мог только молиться, и вдруг бац, ничего нет. Был такой профессор Марсенковский, Владимир Филимонович. Он был единственный лектор, который ездил с музыкантом. В годы советской власти выступал в университетах. Имел разрешение, говорит, лично от Ленина. И вот в одном университете, если не ошибаюсь, в Казанском, он вышел, все там, высказался, а потом один студент, вопросы задаваются. А я встал, вышел перед всеми. Знаете, я хотел сказать, что... А я сижу, ну что говорить, вижу, такую ахинею несет. Ну что ему сказать, я только молюсь, Господи, помоги, ну сделай как-то так. Он постоял, это вот, ну да. А если... Да ладно. Погорнулся и пошел. Я говорю, может, и Господи, ничего не надо, аллилуйя. Вот так с Кемеровской епархией. Эти манкурты, говорят, издохли, их просто нету. Мы никак не ответили, мы молились. А в эфире говорят, лапки никогда не отвечают. Почему он считает, или тихо после первого, второго уразумления отпрощаться. А при чем я считаю-то? Я отвечаю так, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Со Христом спорили, а он не спорил. С апостолами спорили, апостолами спорили. Я никогда, я дал материал, там, заголовок называется так. Все мощи похоронить с честью. Православные, как кинулись это на меня. Я молчу, вижу, один, одиннадцать раз против меня выступил. Я говорю, ну где-то ждет. И, наконец, на него пошли эти баптисты, другие. Как они начали его терзать. Православным еще один пришел на помощь, с сектантом еще трое. И они сейчас там ломятся, на моем этом где-то. Они про меня забыли. Даже не помню, что там это, на моей страничке-то. Ты доверься Богу. А я утром встал, лежу, уже все, мне ничего не надо отвечать. Кутузов говорил, нужно отсидеться и ждать. И Наполеон сам сдохнет в Москве. С ним воевать не надо. Нам научиться доверять Богу. Господи, тебе так угодно. Мы ждали. Мы надеялись вот эту поездку сделать в 2014 году. Мировая обстановка меня побудила усиленно об этом помолиться. Ну и переменили на этот год. Пока у нас никаких препятствий нет. Одно из самых сильных препятствий может быть переезд границы. Едем с необычным грузом. Я сегодня по интернету лазил-лазил. Запреты там сколько табака, пачек, водки, копья. Про книги нигде нету. Только раритетные какие-то издания. Но это общее издание. Я достал справки с типографией. Где печатали, где заказывали. У нас есть документы. Но где проехать? Я подумал, не случайно, может Ростовская область. Если мы там Захрузскую сделаем, мы нырнем через Молдавию и Румынию. Там, говорит, намного проще. Видите, я думаю, у Бога, Бог молча нам показывает. А дальше мы поднимемся по верху, мы сразу идем на Германию. А тогда снова возвращаемся назад, тогда уже на Грецию. Я посмотрел, мы даже в расстоянии ничего не теряем. Мы не будем вот так ходить. А просто по прямой выйдем, по прямой спустим и захватим параллельно все государства, которые дальше там до Франции идут. Ну, это говорим еще, но уже говорим более ощутимо. Можно уже пощупать. Если кому это близко, что говорим, помолитесь. У кого есть здесь знакомые, им скажите. Чтобы они, потому что дело, которое мы делаем, никто и никогда не делал. Со своим грузом. Евангелие, да, целая тонна везет. Но Евангелие у нас с нами есть, Библия, но у нас другой материал. Вот так. Я хотел сказать, так как-то приурочено все. Не мог встретиться со своей этой сестрой. Она на 5 лет меня старше. В Смоленске муж 50-ник, она 50-ница тоже. Мать 50-ница, тетя Неля. Уже старая, ей там за 70. Ну и вот тут как раз случилось. И главное, вчера она выходит по скайпу. То целую неделю не может. Она учительницей работает. И, говорит, нас завалили этими бумагами. Мы, говорит, не детей учим. Я, говорит, должна их спортивными делать, чтобы они развивались. Меня, говорит, заставляют такие талмуды, говорит, в школе писать. Говорит, замучили. Я, говорит, столько не могу, говорит, нигде о Христе написать, сколько, говорит. Сижу, говорит, там до самой ночи. Ну, тут вышло. И как раз у нас сразу, я думаю, дай проверю-то. Никогда с ней не беседовал на эти темы. Вот тут еще щекотливый вопрос такой. Ну, думаю, надо же как-то и РНМС сохранить православное. И она сразу, раз, и сразу мне про иконы начала говорить. Тут же, прям сходу. А вот в этом иконы. Я вот православная была, ходила. Как это можно доске молиться? Ну, я все выслушал, и потом говорю, ну, Господь положил на сердце. Думаю, как же ей сказать, она все-таки, ну, как родной, покровенный человек. Близкий ей. Можно поближе разговаривать спокойно. Я говорю, а почему, говорю, вы в слово, вот икона все упираетесь? Икона это, вы понимаете, что это изображение? Да, понимаю. Я говорю, ну, это только точно ты понимаешь, что это изображение. Да. А где вы, говорите, она? Ну, там в ветхом заведете во второзаконии написано. Я говорю, может, и в исходе написано? Она, ну, да, и в исходе. Я говорю, давай открываем Библию. Ты там, я здесь. Открываем, а прямо по телевизору хорошо видно. Она показывает мне свою, я свою показываю. Тут же прям взял с полки. Все. Я говорю, какая глава? Двадцатая она. Хорошо, будет двадцатая глава. Открывай двадцатую главу. Я говорю, читаем, там, третий стих, и начинается там. Не сделай себе кумира и никакого изображения. Я говорю, о, видишь? Изображение. То есть иконы не написано. Я говорю, вы икону сделали у себя в душе уже идолом. И теперь, говорю, вы в таком самообмане находитесь, что у вас икона, это какой-то столб такой у православных, вокруг которого мы как ходим, шаманим что-то. Я говорю, ты вот это выбрось из своей души и давай читать, что в Библии написано. То есть изображение, правильно? У нас относится изображение. Икона там нарисована, правильно? Ну да, так, все, договорились. Я говорю, теперь давай переворачиваем двадцать пятый стих. Где? Я говорю, ну тут же в исходе. Глава. Глава двадцать пятая, да. Переворачиваем. Она прям тут, что ли? Ну да, здесь. Она открывает, смотрит, читает. Ну и что, где? Я говорю, ну давай смотри. Она, ну ты говори, где? Я говорю, что тут смотреть-то? Ну все понятно ей вообще совершенно. Я говорю, восемнадцатый стих читаем. И там написано. И сказал Господь, сделай двух херувимок золотых, чеканной работы сделай их. Оно-то как бы уперлось вот так. А таким боевым томом говорила. Я говорю, читай. А да, читай. Сделай, да, херувимок. Так я, что, их сделать надо было, что ли? Я говорю, ну давай, давай, давай. Ну доходи, говорю, умом-то своим. Их сделали. Я говорю, сделать? Они, говорю, знали, как херувимы выглядят. Ты понимаешь, нет? Я говорю, ну ты понимаешь, что они знали, как выглядят херувимы? И их сделали чеканными, с крыльями. Херувимов, которые на небе, их кто видел-то? Она такая, о да. И все, и успокоилась навсегда. Все, моментально. Я говорю, может еще пророка из Акиилия вспомним? А то, говорю, смотри, сейчас откроем сорок первую главу и начнем. Она, ну, а вот как мощи? Я говорю, ну с мощами так, все. И тут же она через мощи, как только я сказал, ну мощи, понятно, надо, прах ты в прах возвратишься. Да, да, правильно, правильно. И тут же, ааа, вспомнила, наконец-то она, что как меня, как меня дальше зацепить надо. И начинает говорить теперь уже о поклонении. Я говорю, поклонение. Я говорю, ну пожалуйста, я сейчас перед тобой поклонюсь. Я на колени встал. Господи, благослови нас, даруй нам спасение душевное. Спаси тебя, Христос. Я говорю, и что, всегда, говорю, святые кланялись, тем более перед Богом. Я говорю, ты не узнаешь, что ли? А быков, говорю, вспомни еще, говорю, этих, море медное. Быки, говорю, в полный рост, говорю, стояли. Ты же, неужели вы не читаете? А, ну да, да, были быки. Я говорю, так это изображение или не изображение? В храме Соломона, он 3 глава. Да, ну вот так вот, поэтому. 6 глава. Поэтому все говорили. И потом она тут же, без перехода, ну как обычно вот это все. Ну чисто сектантское уже научили, надо же так. Она, а женщину эту, вы называете ее Богородицей, как вы можете, вот так вот ее. Я думаю, надо же, как раз праздник самый, и все. Я говорю, слушай, вы, говорю, так говорите, как будто у вас своих, у самих матерей нету, и вы только думаете, как этих матерей опорочить? Я говорю, ну ты понимаешь, это Пресвятая Богородица, Матерь Христа, Бога нашего. Ты как можешь говорить? Ну, а как они еще сказать? Она же вот пришла его забирать, когда сказали, что он из себя вышел. Я говорю, так пришла. Во-первых, обманули ее, оболгали. Во-вторых, она пришла, получила назидание. И дальше что мы теперь видим? А что мы видим? Я говорю, ну давай Луку откроем вторую главу, раз ты не видишь. Откроем вторую главу Луку. Написано, и будут ублажать мне все роды. Я говорю, так, она солгала, когда сейчас это говорила о себе? Или не солгала? Она. Я говорю, ну она кто? Она с кем сейчас разговаривает? Ну я, ну нет, не солгала. Как она могла солгать? Я говорю, ну она, если Христа родила, что, лживая женщина какая-то, родит Христа тебе? Ну нет, конечно. Я говорю, ну видишь, написано, облажат все роды она. А, ну это она пророчествует же о себе. Значит, и от Духа Святого. Я говорю, и что дальше? Ну да, да. И полное молчание, и мы расстались очень на хорошей ноте. Поэтому я прошу, помолились вместе, чтобы Господь благословил спасением наших родных, близких, кто еще не познал его, привел в истину. Поэтому я прошу вас, ну как бы близко это принять. Может быть, еще понадобятся эти люди. Все-таки верующие. Что хотел сказать? Давай. Ну вот пупков впереди. А может, и господи. Нет, нет. Ну ладно. Пьяна. Ой, не знаю даже. Ну, поскольку мы одна семья, я вас считаю своими братьями, кто-то сестры. Поговори, мол, я. Хочу поделиться. Тут предстало мне, значит, написать бумагу как-то. Ну, руками. Заявление. Издалека пойду, да? Я начал писать, стал замечать за собой, что я стал плохо писать. Стал разучаться писать. Раз. То есть, почему? Потому что у меня работа такая с железом. Огромьте, говори. Ну, я что могу? Вот. Работа с железом, пишу мало, практически не пишу. Пишу только в компьютере, а там рукой водить не надо. То есть, стал замечать. Это плохо. А всего 60 лет. Через 9 месяцев. Сейчас я хожу беременный. Беременний через 9 месяцев на пенсию ухожу. Понимаете? Я беременность у меня такая. Вот. Как у всех женщин. Ну, я мужчина. Ладно. Теперь следующее. У меня такое пожелание, чтобы говорили все. Поскольку, если человек не пишет, он разучается писать. То же самое и говорить. Если не говорит, разучается говорить. Как у меня один знакомый. Я его, ну, с работы на машине вожу. Ну, попутно на работу. Попутный груз. За пенька он. За пассажира сидит. Он говорит. А что еще с ней? С женщиной? Он холостой. Про Пушкина, что ли, говорить. Понимаете? Я говорю, если ты о Пушкине не расскажешь, перед тобой ни одна женщина голову не склонит. Это однозначно. Женщину ее надо, ну, охмурить. Охмурить. Они же ничего не понимают, женщины. Вот и все. Теперь перехожу к главному. Кто меня знает давно, я 5 лет назад рассказывал о человеке. У нас на котельной, который обещал меня убить. Да. Вот. Помните все, да? Буквально неделю назад он опять устраивается на котельную. К нам. Работать. То есть он пришел, так смотрит на меня. Ну, я чувствую, ну, все, пришла моя старушка. С косой. С косой, да. Вот и все. Поэтому я думаю, что, может быть, это отец Григорий, который в Туве был, которого убили. Он тоже не знал, что его убьют. Я только прошу одного, чтобы мне успеть покаяться, хотя бы перекреститься. Потому что вот сегодня мне идти в ночь, первую ночь с ним работать. В ночь. Люди возлюбили тьму, потому что дела их были злые. Ну, он за мной наблюдал. Как тебя зовут? Владимир. Владимир. Да. Чтобы Бог его вразумил, его. То есть я не думаю, чтобы он отстал. Он был, как бы, ну, увлекался Рерих и прочее, и прочее. То есть это добром не кончается. Вот, он вернулся опять. И зная того, какой он человек, его начальство взяло. Я думаю, что просто закрыл им глаза кто-то. Не знаю кто, или черный, или белый. Но кто-то однозначно. Потому что им говорили, они не понимают этого, что берут человека, особо опасный объект, газом. Если там рванет, это сразу 10 человек трупы. Сразу же. Там это, ну, газ взрывается, это мощная машина. Вот. Просто и стал я, как бы, ну, потом думать. У меня был такой стресс сильный, когда я его увидел вначале. Домой пришел, меня всего трясет. Ну, ну, кое-как до дому доехал. То есть думаю, как он меня в первый вечер не убил, я не знаю. Он так стоит у окна, смотрит на меня. Ну, серьезно очень смотрел. Не знаю, для этого он послан, или не для этого. Бог судья ему. Может быть, Бог меня, чтобы был более ревностный. Я думаю, только для этого. У меня с ним встреча. Вот. Сегодня предстоит и прочее, прочее. То есть, к чему? Что мы настолько перестаем за собой наблюдать, разучаемся писать, разучаемся говорить, а впоследствии и разучаемся и мыслить. Поэтому, вот, находясь здесь, братья, больше надо говорить, общаться друг с другом. Понимаете, в чем дело? Домашнее общение, оно ничего не дает. Дома там муж, жена, правильно Игнать Тихонович сказал, эти там, с ним бесполезно разговаривать, у него одно на уме. Холодильник и прочее, и унитаз. И все туда деньги в унитаз спускаем, всю свою зарплату в итоге получается. Вот в чем беда-то. Поэтому, кто имеет, так сказать, ну, какое-то расположение, ну, прошу молитву. Вот и все. Иди сюда. Так, ну-ка, тут вот какое дело. Мне... Так, недавно просто человеку одному высказывал, он говорит, я на работе, работаю, там, в полдвенадцать только заканчивается, ну, ради денег, и такая работа связана, все время надо думать. И ничего нет, даже дома своего нету. Я говорю, у меня другая была мысль. Когда я к Богу обратился, вот я покаялся сегодня, а работаю на корабле, учусь в это время в высшем мореходном училище, все, сдавать экзамены, и я сразу помолился, Господи, сделай так, чтобы у меня голова была свободная. Я работал, а голова была свободная. Пятьдесят лет. Как в один день Бог смахнул, и все. Я работаю плотником, работаю печником, сорок лет печником проработал. Голова свободная. Я в это время молюсь, где подойдет мысль, какая я бумажку скорее записал, и повторяю. Я там утром наверу с собой картолочек, священное писание, Библию, заучиваю наизусть, а сам работаю и работаю. И выработка всегда была 280-300%. Самого высокого качества в тресте. Ни разу переделок нигде не было, хотя всех заставляли. Я говорю, может, через это тебя Господь подвигнет? Вот у Николая работа такая, что в воскресенье иногда нет. Я спрошу, Надюша, а где Николай? На работе. Для меня это вообще неприемлемо было никогда. Такая работа, чтобы воскресный день я был только в храме. И может, через этого Владимира тебя Бог как врачует, даже такой вариант может, и оттуда тебя выбрасывает, чтобы у тебя день воскресный освободился. Я должен это еще рассмотреть. Даже враги иногда бывает такое, говорят, враги нам лучшие друзья. Конечно, от него надо уйти, он такое делает. И мне говорят, там война, а то, другое. А может, я как раз там и нужен. Может, у меня встреча с Рамзаном Кадыровым будет. Кто это знает, когда мы за это начали уже молиться. И бывает достаточно одной незначительной капли, которая перетянула бы все остальное. У меня знакомая одна. Я говорю, ну что ты ходишь? Ну надень платок-то. Шапки разные серебряные носят-то. И вдруг приходит без шапки. А что? Идет с работы, ее сбил какой-то, отнял шапку, ключи, паспорт, все, ушел. А я встретил, говорю, смотри, сколько у меня помощников-то в городе. Меня не слушал, а тут идет платочек наутро, гляжу, надетый. Вот ведь какое дело-то. Тут еще надо посмотреть несколько с другой стороны. Да, мы будем молиться. Может, ему надо там усмириться. Но и работу надо такую, чтобы воскресный день был, как у субботников, неприкасаем. Повторяю. У нас на работе устраивается адвентист седьмого дня. Зима. А им нельзя топить печку. А топить-то печку у меня клиенты приезжают-то. Но работник-то хороший он. Он тогда так сделал. Пятницу наготавливает, все, заносит, все. В субботу только спишку поднести, и все. И у них специально в общем идет разговор. Имеет ли право он теперь спишку подносить к печке? То есть вот такая вот скрупулезная, даже мелочность может быть. Но евреи так понимали. Закон Божий нельзя нарушать. Написано, не варив козленка в молоке матери. Я говорил. Так как это? Козленка значит заколоть, мать подоить, и в этом козе в молоке варить? Да кто ж так делает-то? Но Бог сказал, тебе не надо рассуждать. И они, чтобы не ошибиться, сделали два окошечка. В любом ресторане два. Молочное и мясное. Одновременно и двух окошечек никогда не дадут. Государственный закон. Чтобы случайно кто-нибудь в Израиле не нарушил закон. Если один в Израиле нарушит, Бог отнимает благословение от всей страны. Почему Ахам, сын Зару, взял из заклятого, седьмая книга Иисуса Новина, и весь Израиль потерпел поражение? Один. Один единственный человек. У нас это никакой нужды даже в этом нет. Надо очень серьезно смотреть. Бог не мелочный. Если мы православные, нужно учить и не ухать. Я знаю эти посты, которые идут, не считая великого, это апостольские, среда пятницы. Но остальные посты, они не евангельские. Они пришли через 400 лет. Но я православный. Вопрос в повестке снят. Особенно Петров пост мне стоит прямо на пути. 12 июля заканчивается, я привожу детей, первый сезон, я не могу молока дать им. А я начальник лагеря. Каково мне? Ну мы так стараемся заменить рыбам, мясо, там меду покупаем, сотово, пирожки. Они дети даже не замечают. Ну мне же охота молока. Мясо рыбное. Ну мы эти хотения, своя прерыватель. Я православный. Мясо рыбное. Все, вопросы все сняты. Мясо рыбное. Вопросов никаких нет. Воскресенье должно быть здесь. В посте я обязан пойти на исповедь, обязан при честнице и весь сказ сказом. Я не согласен с епископом, с патриархом, но если приеду, я тебя по первому разряду приму, поклонюсь многим, поцелую руку, все, что положено. Но и сказать я выскажу все недостатки, которые есть в церкви. Тут надо, это не золотая середина, хотя это, я должен остаться самим собой, православным. Вот так. Субботники, адвентисты. Никто, нигде во всем мире не работает в субботу. Нигде. У батюшки, у отца Акима взяли там адвентистов седьмого дня в армию. Ну это такая власть просто предательская была. И это не он работает, в субботу на работу, в субботу вообще не работает. А его на работу, он говорит, я не могу, религиозное убеждение. Присяга там принята. Никак, его в карсер. На пять дней. Выпускает в пятницу, в субботу назначает опять на работу. Он опять, он службу, послушный гражданин страны Советов проводит в карсере. Он никому не нужен. Да какие же ты руководители? Он говорит, я тебе буду работать в другой день, две смены буду в седневную работать. Не трожь святую субботу. Он так научен. А у нас нужды никакой нет. Мы верующие, никто не принуждает. И воскресенье. Воскресенье имеет право работать только, только три специальности. Сторож. Запомните, сторожем ты можешь работать всегда. Второе. Это медик, медицинский работник. Медик. Он везде на вызов. И сельскохозяйственный труженик. А скажут, а я в кочегарке, то, другое. Я больше не считаю. Это тоже жизненно важный орган. А я шофером. Вот тогда ситуация из-под рук уползла. Три определенные. А я устроился сразу сторожем и ни разу, чтобы не нарушил. А зачем нарушать? На воскресенье я подменюсь, в храм сходил, подряд два дежурства дежурю. Я четко выразился. Да. Вы каждый к себе примените это. И приходя сюда, думайте, я уйти должен другим. Сейчас, кто у нас, у меня в доме был, хоть один раз, все меня подождите. Я отдельно переговорю с вами, вы мне нужны будете. Илья Ильич, вы там обговорились, рыбу, мясо, мясо-то нельзя. Да. Когда говорили, рыбу, мясо, там заменяем. Мясо рыбное, в смысле, фарш. Да. Да, виноват. Я хочу продолжить тему брата Николая о том, что можно разучиться говорить, если не говорить. Но еще нужно разобраться, что говорить. Если говорить для спасения души, то нужно учиться здесь говорить на занятиях. Поэтому я еще раз призываю, говорить на занятиях всем позволяется и даже поощряется. И женщины, сестры. А если мы молчим, то это ничего не значит, что мы не умеем говорить. Нас тот, который слева, научает говорить еще как. Здесь говорит один, а уже язычками, вторыми, или в шепот. Говорят здесь, между собой, некоторые. А потом, когда вышли там, тоже говорят, да еще чего говорят. Лучше говорить здесь, сегодня отметили, но прибывшие к нам люди, что их поразила прямота, открытость. Это главное. Если мы открыты пред Богом, пред всем миром, мы предстанем потом, как будем говорить, если там вот мы будем за углами говорить, то, что будет мешать нашему спасению. Так, вот какое дело. У нас сейчас ведут занятия в городе, из нашей общины, в нескольких местах. Вы сделайте так. У кого собираетесь, у них все-таки в подъезде люди знакомые, пройдите по всем подъездам и скажите, у нас в доме, передай Александре Ивановне, Валентине Ивановне, и скажи, у нас в доме в такой-то день, в такое-то время занимаются люди, кто хотел бы пойти. Не бойтесь открыть свой дом, по-другому не получится никак. Одно дело, мы вели занятия в университетах, сегодня по домам, придется дверь открыть, за половики не бойтесь, постирать можно, чтобы разувались, дайте, как у меня, приходят, мы всегда вели занятия три раза в неделю, и никто лишний не будет. Где бы ни занимались, у кого занимаетесь, где наши, и пойдите по соседним, может быть, дворам, и скажите, у нас в доме, вот я живу, назови себя, приходите, у нас будет занятие, мы православные христиане, мы исследуем Евангелие, Слово Божие, и прочее-то. А вы одни и те же приходите, сидите одни и те же. Так, что, прибыль у вас никакой не может быть. Надо идти, свидетельствовать и звать на занятия. Вот мне вчера один пишет, это в интернете, вот у нас на работе устроился еговист. Как они Библию знают? А он не знает, что еговисты, хуже всех Библию знают, он знает только два места. От Святой Троицы, он говорит, нигде не написано. Он не говорит, что слово еговиста тоже не написано. Он не говорит об этом. И что мне делать? Ну, я вижу, какой уровень, я говорю, ты знаешь, православный, ты у батюшки воды святой попроси, так он придет, да покропи его, да полей его, этого еговиста, спереди и сзади, да крестообразно. И все. У нас поселился пятидесятник, а пятидесятник одесев духовным, и моей маме начинает говорить. А говорит то, что моя мама-то и не понимает. Он ей говорит, это надо говорение на иными языками, это проявление духа. Мама слушала, слушала, и говорит, знаешь что, ты выучика достойная всякого истины, да Богородицу. Он сразу опешил, ну ладно, отошел и больше ни разу. Вот и все. На мудреца достаточно простоты. Ты Богородицу, выучи молитву, да достойно есть. И он захлебнулся. А в дальнейшем, когда узнали, как он живет, да не приви, Господь, неверующие так не живут. А начинает мудрствовать, такие завелюжины делать в мозгах. Просто. Когда во сне увидел, дьявол нападает, Симеону было сказано, ты борись. Он говорит, кого борись-то? Великан такой стоит. А ты, говорит, вот так, когда обхватишь его сзади, вот так руки, крест на крест сделай. Но, он когда руки-то сделал, этот Валуев-то потерял всю силу. Ну, как Валуев. Он поднял его так, он поднял его, как грохнул его, это сатана-то, и все, его нету. Ты руки крестообразно. Перекрестись. То есть, это означает, вера в спасителя, не руки только. Господи, именем Твоим не излагаем твердыни. Считай Давиду. Вот и все. Он там поднимает руку Сережу. Тоже говорящий. Звонил вчера брат Виктор Савченко, потеряевки. Он просил узнать меня, как сделать так, чтобы у вас в Европе был интернет. В дороге? В дороге. Он берет ноутбук, у него есть два модема билайнов, и МТСовский. И кто вот с этим столкнулся, как они будут работать в Европе и будут ли они. Вот это вам просил узнать. В Европе модем берется, и все элементарно. Теперь надо подумать, в Европе по государствам различаются? Нет, если там купить там симки, я тебе разговариваю. Это данные надо. Ты сегодня сейчас обязательно сейчас зайдем ко мне. И еще второй вопрос. Он просил вас написать на листочке фразы, которые... Переводить на другие языки. Да. Готовлю. Пишу. Да. И у него есть переводчик на испанский, то есть программа. Потому что испанский язык, он в некоторых государствах даже более распространенный, чем английский. Так, понятно. Ух ты, все. Так, Николай, какие вопросы? Напишите, я просил уже об этом. Игорь, если бы ты поехал, Игорь, где находишься? Тихо. Напиши, какие бы ты вопросы задавал. Нам нужна где библиотека, где тут русский, где храм божий. Ну, то есть такие вопросы, чтобы как выехать из города, где такое-то государство. И отпечатаем я по-русски, на одном будет по-немецки, на другом французский, третий испанский. Ну, в основном все языки-то на этих там. Европа-то на там. Языков пять, не больше. Английский. Какие вопросы? Я составляю, но у меня словарный запас очень маленький. Я просто не знаю, что еще нужно. Вам понятно, кто собирается где-то? Вы неделю работаете, подготавливаете, чтобы каждый раз у вас были новые люди. Там можно приглашать в общину к нам. Не зовем, а на занятия. На занятия. Там, где вы находитесь. Я говорил одно время, я открыл так дверь, что ключ вообще спрятал. И днем и ночью все было открыто. Достойно есть? Ну, да. Если ничего нет, мы вам достойно. Достойно есть, обход на сезду, блажить Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херурим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без истения Бога, слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Всемилостивый Господь, во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи на Голгофском кресте, благодарим Тебя, что Ты избрал преблагословенный сосуд Деву Марию и воплотился, облегся в славу человеческого тела. Хвала Тебя. Господи, сохрани нас от заблуждения, чтобы не уклониться от Тебя, любящего нашего Бога. За все Тебя благодарим, за скорби, печали, за здоровье, за болезни, за мир и войну, которые Ты посылаешь для исправления. Сохрани это место, устрои наш путь, если угодно, украти буйство там, где жены не поколыряются мужьям. Верни ее в храм, Господи, не дай погибнуть. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Так, ко мне, Венчан. Не уходите. Выходите. Не уходите.